окей добрый вечер всем как вы поживаете ребята ну вот и сегодняшняя тема такая интересная новое правило 21 миллион долларов в год сетевого маркетинга прошлой неделю мой ментор рей гигдон организовал такую конференцию как который он делает каждый год называется rank makers life и там он собирает очень-очень высокие лидеры из разных сетевых компаний чтобы они поделились вот своими советами опытом фишками всякими и так далее и один из этих лидеров была вот эта женщина которую вы видите на экране ее имя stormy wellington она живет америке и вот она поделилась что через год конечно не первый год бизнесе она уже думаю около 15 лет сетевом маркетинге но вот через год она зарабатывала 21 миллион долларов из сетевого маркетинга да не из каких разных бизнесов и так далее а именно из сетевого маркетинга и мне это было как сказать и мотивация и такой шок да потому что такие цифры даже не не на моих целях да значит я даже не мечтаю таких такие деньги зарабатывать она уже заработала да это уже не мечтание цель это уже результат да и и это как-то заставило меня начинать думать да вот почему некоторые вот достижает достигать такие результаты имеет такую большую визию а другие нет да потому что большинство людей сетевого маркетинга ну может быть имеет цель заработать там 100 тысяч долларов через года как называется 6 цифра заработок да некоторые там может быть уже имеет цель миллион заработать до через год а вот здесь человек который заработал двадцать один миллион через года и но она не имеет три головы четыре руки пять ноги или что-то такое да и это очень обычный человек ее история очень простая она не имела очень легкую жизнь до ее мама была как это продавец наркотиков да сама она работала стриптизов клубов всякие там кредитные карточки аферы делала рождила свой первый ребенок там было может быть 15 или или 16 лет самой да значит ее жизнь была не такая что вот она там рождилась где-то хорошей семьи имела очень хорошее образование там все вот условия ее было так вот что раз-два и она стала успешно совсем не такое да и я работала на всяких там обычных работах да и так не было что вот она как-то ну специал специальная была или как-то ее пози повезло да но вот она поделилась своими правилами да какие у ее правила и конечно когда вы увидите эти правилы надеюсь что некоторые из них вам тоже будет полезны и и я вот надеюсь что цель вот сегодняшнего вебинара чтобы вы тоже начали мечтать побольше чтобы вы тоже начинали повышать свои свою визию да как вы себя видите в этом бизнесе где вы себя видите какой позиции как какие заработки какая команда и так далее потому что все лимиты нашей жизни как и большинство из вас может быть уже знаете все лимиты нашей жизни здесь наши голове не меря потому что деньги это достаточно денег да людей тоже достаточно всего достаточно до возможностей и так далее лимиты только здесь иногда может быть надо услышать а такие истории чтобы мы тоже спросили себя а что я здесь делаю да почему я не там почему я не тут да ну такие мысли посмотрим на эти правила потому что она сделала такую а книжечку маленькую английском языке так я перевел и вот она поделилась своими правилами которых она учит окей первое правило моя энергия притягивает мой доход или мой заработок да значит то что мы зарабатываем очень близко имеет отношение на то как мы себя чувствуем да если ты например чувствуешь что ты не можешь заработать очень много что тебе не не судьба зарабатывать очень много что ты нет не такая красивая или умная или молодая или старая и так далее тогда что случится тогда столько ты и будешь зарабатывать да значит мы только можем зарабатывать столько сколько мы думаем что мы можем зарабатывать да если ты не думаешь что ты когда-то можешь зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц так ты никогда и не будешь зарабатывать да потому что ты сделаешь этот как называется саботаж да и сам что то сделаешь чтоб ты оставался в этом уровне, да, это как называется финансовый термостат, да, он контролирует, сколько мы зарабатываем, если твой финансовый термостат, например, стоит на тысячу долларов в месяц, как только ты начинаешь зарабатывать больше, чем тысячи долларов, ты что-то сделаешь, что-то не очень умно, чтобы эти деньги опять упадали там, где ты думаешь, ты должен быть, если ты начинаешь зарабатывать меньше, чем тысячи, ты тогда начинаешь работать очень сильно, чтобы эти деньги опять возвращались там, где ты думаешь, они должны быть, и пока ты не подвинешь этого термостата выше, твой заработок не может пойти выше, да, пока ты не начинаешь верить, что я могу, я должен зарабатывать такие деньги, ты их не будешь зарабатывать, и эта женщина, я не думаю, что это была ошибка, что она заработала такие деньги, я думаю, давно прежде она уже решила, чтобы она достаточно хорошая, достаточно умная, достаточно всего, чтобы зарабатывать такие деньги, что она может, что ее надо зарабатывать, и тогда эти деньги пришли. Я выбираю более высокий уровень, место комфорта. Очень многие люди, которые присоединяются к сетевому маркетингу, хочет комфорта. И как один мультимиллионер сказал, цель бизнеса – это не комфорт, это свобода. Значит, когда мы зарабатываем большие деньги, большой успех имеем, мы имеем свободу решать, когда работать, когда не работать, где поехать, что купить и так далее. Это уже деньги и все такое, это не проблема. Но это не комфорт. Значит, успешные люди тоже себя постоянно ставят на ситуации некомфортные, да, постоянно расширяют свою комфортную зону, делают то, что не очень комфортно, чем они, может быть, не готовы пока, чтобы постоянно прогрессировать, да. Значит, мы тоже должны всегда искать способов, как стать некомфортными, да, чтобы прогрессировать на следующий уровень. Я выбираю более высокий уровень вместо привычного. Опять, некоторые из нас уже, с этим вам, там, 5 лет, 10 лет, 15 лет, и иногда мы как-то застряли где-то там, да, и мы только так делаем все, как было там когда-то, да, или даже не бизнесе, у нас жизни, да. Мы привыкли, что все происходит вот такому способу, и мы хочем, чтобы так всегда осталось, но так никогда не будет. Жизнь и мир прогрессируют, да, или мы прогрессируем с миром, или мы остаемся, и мы не будем получать такие хорошие результаты, да. Значит, опять, мы постоянно должны прогрессировать и искать, как все менять, как стать лучшим, как стать умнее, как все это делать, чтобы мы не остались там, где мы были. Я выбираю более высокий уровень, место нечистности. Значит, не только мы должны прогрессировать и зарабатывать больше и так далее, но это мы должны делать чисто, этически. Сетевой маркетинг очень долго имел такую репутацию не очень хорошую, да. Почему? Не потому, что сетевой маркетинг плохой бизнес или неэтичный, или какой-то. Потому что люди работали непрофессионально, люди работали неэтично. И если мы хочем, чтобы менялось это, чтобы менялась мир и наша индустрия, это должно начинаться от нас, да. Не то, что, о, когда поменяется, когда люди будут любить сетевой маркетинг, а не быть злыми на сетевой маркетинг. Когда мы начинаем работать профессионально, когда мы начинаем работать этично, тогда и люди будут смотреть на эту профессию совсем по-другому, да. Пятое правило. Я никогда не боюсь идти один. Иногда успех – это, как сказать, одиночное место, да. Потому что большинство людей что берет? Путь, который все берут, да. Они делают то, что все делают. И если ты будешь делать то, что делают все, что ты будешь иметь? То, что имеют все, да. И это очень немного. Если ты хочешь достигнуть лучший уровень, лучшие деньги, лучший заработок, стать лучшим лидером и так далее, очень много, многие времена тебе будет надо идти, где другие не ходят. Делать, что другие не делают, да. И это иногда одиночное, да. Но нам надо привыкнуть, что это все в порядке. И тоже это вместе с прежней правилой, да. Как говорится, плохо – это плохо, даже если все это делают. Хорошо – есть хорошо, даже если никто это не делает. Иногда люди используют это как причину. Ну, все так делают, так я тоже буду делать. Но это неэтично, это нехорошо. Но все так делают, так и мне тогда можно это делать. Даже если никто не знает, ты знаешь, что ты что-то не так делаешь. И тогда ты чувствуешь себя плохо. И тогда тебе это не позволяет прогрессировать. Потому что ты себя тогда не уважаешь. Потому что ты сам знаешь, что ты сделал, да. Так никогда не бойся идти один. Даже если это значит, будешь получать критику, неподдержку и так далее. Шестое правило. Я предпочитаю высокие стандарты удовольствия. Значит, в сетевом маркетинге очень легко делать то, что удобно, да. Что легко и нам нравится делать, да. Но результата тогда нет. И мы можем весь день, всю неделю, весь месяц делать всякие удовольствия, да. Все, что удобно в бизнесе, да. Там смотреть какие-то личный рост, там, читать книги, там, подругами болтать, да. Но результата как нету, так нету. Потому что мы делаем не то, что важно, а то, что удобно, да. Так в бизнесе мы имеем эти действия, которые зарабатывают деньги, да. Контактировать людей, делать контент там в соцсетях, да. Делать презентации, помогать членам команды продать или подписать человека и так далее. Если мы не будем делать, если мы не будем повышивать эти стандарты для себя, а только делать то, что нам удобно, оставаться в комфортной зоне, мы, конечно, тогда не будем иметь самый высокий результат. Это, я думаю, одна из самых важных правил. Я больше не сомневаюсь в себе. Говорится, если нет врага внутри, тогда враг не внутри не может тебе ничего сделать. И большинство людей даже не надо иметь врагов, потому что они сами себе самый большой враг. Они постоянно сомневаются в себе. А я не знаю, если я смогу сделать. А может быть, мне не получится. А может быть, это не повезет. А может быть, вот то плохое случится. И их голова полна сомневаний с собой. И как ты это делаешь, тогда, конечно, ты не будешь уверенным. Конечно, другие люди будут чувствовать эту энергию, что ты не знаешь, что ты делаешь, что ты не уверен в том, что ты делаешь своим продуктом, своим бизнесом и так далее. И тогда результата никогда не будет. Это как эти плохие трава в нашем саде. И их надо убирать, что их не осталось в нашем саде. То же самое здесь. Эти мысли, мысли сомневания, мы должны убирать от своих мозгов всех, как можно, чтобы даже если другие критикуют тебя, даже если другие сомневаются, если ты получишь результат или нет, даже если другие смеются от тебя, внутри ты 100% уверен, 100% гарантирован, что ты получишь результат. Ты сделаешь, что ты сказала или сказал. Ты достигнешь свою цель, не важно, что случится, не важно, сколько это займет времени, но ты это сделаешь. Внутри не может оставаться ни капли сомневания о себе. Пока ты будешь продолжать этот негативный диалог внутри, тебе никто не поможет. Тебе никак не достигнут хорошие результаты. Все это надо убирать. И даже есть такой инструмент. Видите, вот здесь такая есть. Это называется браслет миллионеров. Значит, каждый раз, когда негативная мысль приходит в голову, ты делаешь это, чтобы было больно. И твои мозги не глупые. Они через время понимают, я не хочу боли еще. Я перестаю думать негативно. Так это очень-очень-очень важное правило. Восьмое правило. Я не оставляю себя на последнем месте. Очень многие женщины это делают. Всегда дети первые, там муж первый, семья первая, все впервые, но только не я. И они о себе не заботятся, не заботятся о своей здоровье, не заботятся о своей здоровой пище, не заботятся о других местах. И тогда они как у них сюрприз, чтобы другие тогда не заботятся о ними, чтобы другим они в последнем месте. Это так и будет. Если ты ставишь себя в последнем месте, так другие гарантированно будут ставить тебя в последнем месте. Значит, чтобы ты стала успешной, ты должна дать себе шанс и начинать ставить себя первое место. Тогда люди видят тебя. И тогда ты можешь помогать другим тоже. Как в самолете говорить, сперва поставьте эту маску с воздухом на свое лицо, а потом помогайте другим. То же самое в бизнесе. Мы говорим, ты не можешь помогать бедным людям, если ты один из них. Ты должен себе сперва помогать, только тогда можешь помогать другим. Говорите, что думаете, и думайте о том, что говорите. Значит, что мы говорим, имеет очень большую силу. И для нас, потому что это программировать нас, так если я постоянно буду критиковать себя, я постоянно буду говорить о всем, что плохо и так далее, так так я и буду запрограммировать себя. И тоже на других людей. Что ты сказал, человек никогда не забудет. И иногда мы глупо говорим не то, что надо, и потом это очень сложно, эти слова как возвращать обратно. Их уже невозможно возвращать обратно. Десятое правило. Я буду требовать от себя высокого уровня. Значит, да, в бизнесе ты имеешь ментор, ты имеешь лидеры и так далее. Но никто не заставит тебя стать успешным человеком. Только ты можешь это сделать. Ты должен требовать от себя более, чем кто-то другой мог бы потребовать от тебя. Когда ты требуешь от себя более, чем твоя семья, чем твой наставник, чем твоя компания и так далее, когда ты делаешь более, чем тебе надо делать, тогда и результаты получаешь. А сколько людей вы уже видели, которые спрашивают, а сколько здесь минимум надо заказывать? А сколько здесь минимум надо продать? А сколько там минимум баллов надо сделать, что этот уровень сделать? Если у тебя образ мышления минимум, тогда и заработок будет минимум. Я гарантирую, что эта женщина, которая зарабатывала 21 миллион долларов через год, она не думает о минимумах, она думает о максимумах. Как можно больше сделать? Как можно более высокий стандарт поставить? Одиннадцатый. Я буду относиться к людям так, как хотел бы, чтобы относились ко мне, независимо от того, как они относятся ко мне. Если нет, я больше не буду общаться с этими людьми. Значит, потому что другой человек плохо относится к тебе, это не дает тебе, как не позволяет тебе то же самое делать, пойти на его уровень. Значит, или ты ведешь себя высоким стандартом и относишься красиво, неважно, как этот человек относится, или ты тогда перестаешь общаться с этим человеком. Но ты не ходишь на уровень этого человека, потому что тогда это уже тебя будет подвредить на твой бизнес, на твой заработок и так далее. Этому человеку он совсем, может быть, даже не думает о тебе, но это тебе будет плохо, если ты начнешь пойти на уровень этого человека, который плохо относится к тебе. Двенадцать. К там, где нет за мной победы, не может быть хорошее отношение. Значит, в любой ситуации оба стороны должны победить. Значит, даже если я продал продукт тебе, я получил деньги, но ты получил продукт, который должен быть такой же самый или более высокой ценности, чтобы оба нас победили в этой ситуации, да, и везде, где мы имеем какие-то отношения с клиентами, с командой и так далее, всегда все должны победить. Если я победил, но ты не победил, тогда это уже проблема, потому что такие отношения не будут продолжаться. Когда-то ты скажешь, подожди, подожди, я постоянно ничего не получаю, а ты постоянно что-то получаешь, я тебя к не хочу, да, потому мы, когда ведим бизнес, иногда лучше не иметь бизнес с кем-то, чем делать плохой бизнес с кем-то. 13. Если наше видение не совпадает, то сейчас неподходяющее время. Мы хотели, чтобы все были готовы делать бизнес вот сейчас, когда мы готовы, но так никогда не будет. Мы готовы, сейчас кто-то будет готов позже, да, если сейчас вот мы разговариваем с человеком, и он не видит наше видение, он не видит то же самое, он не голоден хорошей жизни, иногда это не хорошее время для этого человека. После пару месяцев, после полгода, после года, может быть, этот человек будет готов. И сколько людей мы видели, которые выходят из бизнеса, возвращаются, или перестают делать, опять возвращаются, когда им хорошее время, так нет не значит нет никогда, нет значит не сейчас. Я не буду чувствовать себя виновным за свой успех. Сколько из вас, может быть, когда вы были дети, слышали такие, что там богатые люди, это злые люди, или какие-то нечистые люди, или они там украли эти деньги от кого-то, да, из родителей, может быть, из учителей и так далее. И мы создаем такое, такой образ мышления, что вот богатые люди или успешные люди, они нехорошие, или если ты станешь успешным, вот другие будут плохо о тебе говорить и так далее, да. И тогда вот мы приходим на бизнес, мы начинаем достижать результаты, и мы чувствуем виновные о том, что мы более зарабатываем, чем другие, что мы более достижаем, чем другие, что мы более получаем, чем другие. Ты не должен чувствовать себя виновным, ты не украл эти деньги, ты заработал это, да, и чем более успешным ты станешь, тем более ты будешь мотивировать других людей стать успешными тоже, да, так никогда не чувствуй себя плохо за того, что тебя везет, за того, что ты достигнул. Даже если другие будут пробовать заставить тебя чувствовать себя виновным, да, о как ты вот сейчас вот такой, о как ты, ты изменился, да, я надеюсь, что я изменился, потому что я не хочу быть таком же самым, как я был 10 лет назад, я хочу меняться постоянно и прогрессировать, да. Если ты не изменился, это твоя проблема, да. 15. Когда начинается неуважение, я этого не потерпляю. Значит, ты не должен никакой ситуации, если ты разговариваешь с потенциальным клиентом, потенциальным членом команды, уже существующим членом команды, или лидером, или компанией, никогда ты не должен себя унижать или терплять неуважение, да. Значит, если человек тебя не уважает, тебе не надо с этим человеком общаться. 16. Если твоя роль в моей жизни закончилась, я должен тебя убрать или поменять, да, как один коучер Сизер Рудигес всегда говорит, don't chase them, replace them. Значит, не гоняйся, не гоняй этих людей, а поменяй этих людей. Значит, если человек, что-то поменялось в его жизни, да, может быть, приоритеты, может быть, что-то другое случилось, и этот человек не хочет делать бизнес, или ему надо взять как time out, да, время от бизнеса, да, все в порядке. Ты должен тогда поменять этого человека другом. Я иногда вот, когда общаюсь с лидерами, они, о, вот один лидер ушел из моей команды, что я буду сейчас делать, как мне сейчас уровень будет падать. Все в порядке, да, значит, ты это не можешь изменить. Если этот человек ушел, он ушел. Что ты можешь сделать? Ты можешь работать, да, ты можешь найти 5, 10, 15 новых людей, чтобы поменять оборот, который делал этот лидер, который ушел. Ты только это можешь сделать. Ничего больше ты не можешь сделать. Ты не будешь там поменять его, как сказать, чтобы он возвращался и так далее. Иногда возвращается, но не всегда, да. Если вы не можете уважать мое присутствие, вы тогда почувствуете мое отсутствие. Значит, если человек не хочет быть с тобой или он не хочет иметь тебя, все в порядке, ты будешь найти себе другое, как сказать, аудиторию, другие люди, другие друзья, да. Иногда вот в сетевом маркетинге мы увидим, кто настоящие друзья, кто не такие настоящие друзья и так далее, да. Восемнадцатый. Я отпускаю любого, кто заставляет меня сомневаться в себе. Опять, не всегда люди будут нас поддерживать, да. Иногда мы не можем это поменять. Если там твой муж или твоя жена тебя не поддерживает или там дети, но ты не будешь сейчас разводиться там и так далее, потому что этот человек тебя не поддерживает. Но другие люди, которые не наши семьи, мы можем как быть с ними, иметь время с ними или нет, да. Так ты должен как можно больше время проводить с теми людьми, которые помогают тебе, которые дают мотивацию тебе, а не с теми, которые заставляют тебя сомневаться с собой, да. Которые говорят, о, тебе не получится. Это афера, это та, то, другое, третье, да. Потому что если мы постоянно имеем время с этими людьми, это только будет нас остановить нашему пути. И девятнадцатый. Позаботясь обо мне, и я позабочусь о тебе. Значит, если кто-то тебе помогает, ты помогаешь обратно. Если человек нажимает на газ, ты нажимаешь на газ, да. Ты работаешь с тем, который хочет работать, да. Ты делаешь бизнес с тем, который хочет делать бизнес с тобой, да. Всегда должно быть тот же самый, да. И этот человек делает, и ты делаешь, да. Иногда мы слишком хочем за человека, а этот человек сам не хочет, да. Он сам не голоден. Так мы должны помочь тем, который хочет наша помощь. Работать с теми, которые хочут работать с нами. Работать с теми, который хочет работать с нами.